Вроде бы ночь, а вроде бы день Бросаешь на землю московскую тень И не понимаешь зачем Ты здесь насовсем На теплой машине январский снежок Пробка домой значит все хорошо Снова пошел серебряный дождь Все будет хорошо А может быть день, а может быть ночь А может быть снег, а может быть дождь Этому трудно помочь Если в душе твоей ночь А может быть день, а может быть ночь А может быть снег, а может быть дождь Этому трудно помочь Если в душе твоей ночь Субтитры сделал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Гурятом в номинации Самый почетный за вклад в кинолетопись Стал выдающийся мастер Неигрового и игрового кино Гурят, по-моему, всех возможных И самых престижных премий Александр Николаевич Сокуров АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Саша, силы вам, здоровья Ну, а талант есть у вас Еще намного-много Стареть придет Это премия за некое Некое консервативное такое настроение Я действительно Некое консервативный человек Я считаю, что Дед Монталист Для режиссера очень важно сделать Все, чтобы сохранить время Мы снимаем его на пленку Важно катаем пленку И на 35 лет Мы создаем самую великую налетку И чем есть же слои В этих работах Я это понимаю, не сразу, конечно, со временем Тем большую ценность это имеет Для полирующего Потому что действительно Ничего от этого времени останется Кроме вот этих вот секунд И вот часов изображений Спасибо Царь Гуров на самом деле Его кино здесь навсегда с нами Когда нас не будет, оно будет И в этом сила документального кино Потому что помимо всего прочего Это лета без того времени Каким бы оно ни было Но в котором мы прожили свою жизнь Ну а мы переходим к основным номинациям И первая такая номинация Это лучший неигровой кинофильм Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спят курганы темные Солнцем опаленные И туманы белые Ходят чередой А сейчас я прошу прощения У тех, кто немножко затонился в ожидании И, собственно, вскрываю конверт Волнуют себя Полнуюсь страшно Диго Тундры, повесть о Букву Кае Маленьком камнем Маленьком камнем Маленьком камнем У меня не было иллюзий Честно говоря, когда я сюда шел Я не верил Но сейчас я верю Сегодня день такой Многие не верили, а сейчас верят Блистательное завершение сегодняшнего Чудесного вообще на самом деле Волшебного дня Я не знаю, правда это Итак, номинация Телевизионный документальный фильм Маленьком камнем Маленьком камнем Маленьком камнем Вот так у нас Лишневый Я так увидел У какой-то из конференций Была презентация Но она же очень дорогая эта штука Вот эта? Ну, вот Весь комплект Наверное, около 38 тысяч Где она? Где она? Ух ты Допустим, если они оборудовали бы Поставили новые стойки Закрепили Получалось бы Мне 50% выручки Им 50% Мне так, как я хозяйка И ответственность несу я А им так, как они рабочие Машины, бензин, уголь Получается, сколько бы заработали Допустим, заработали 100 гривен 50 гривен моих 50 их них Ух ты, блин Хорош там крутиться Ну а что там? Оно же крутится по голове Юля, неправильно бляхануха поставили Че она уезжает вообще? Ну, я же как и объяснял Юля, блин, осторожно Куда тебя несет? Ну, открыть конверт Результаты там никто не знает Так вот, открыть конверт Я прошу Алексея Гуськова Аптёра и продюсера Ну, я хочу поприветствовать зал Потому что вечер действительно Сегодня совершенно удивительный Я все-таки отношусь к игровому кино Вот стою в кинотеатре с таким названием Художественный Все претензии и амбиции называются Художественные А все остальные, они что-то очень художественные у нас Но, вероятно, в сегодняшний вечер Давайте так и скажем Жахта номер восемь Жахта номер восемь Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А мы переходим к следующей номинации Субтитры создавал DimaTorzok Лев Николаевич Николаев Два года назад на 10-й юбилейной церемонии Мы вручали Леву Николаевичу премиум за вклад в кинолетопись Он уже был болен, но он приехал, и все помнят, как он был растроган тем приемом и той овацией, которую ему здесь устроили Действительно, он был невероятный человек, настоящий интеллигент, человек, который всей душой своей болел за просвещение зрительских масс И, в общем-то, довольно многого добился, хотя сокрушался, что с каждым годом это становилось добиваться все труднее и труднее Кстати, у нас в зале сегодня присутствует жена Лева Николаевича и его близкие В этом году устроители премии приняли решение Номинация «Лучший просветительский фильм» должна стать имени Льва Николаева Итак, на премию имени Льва Николаева в номинации «Лучший просветительский телевизионный документальный фильм» в 2011 году претендует К Аксакову он ехал скорее из солидарности с этим опальным русофилом и из уважения к Третьякову Он хотел познакомиться с человеком настолько кристально чистым, что люди говорили «честный, как Аксаков» Гораздо позже, после картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» У Репина стала болеть, а потом и вовсе отказала правая рука Но он научился писать левой В танце охотники еще раз воспроизводят самые яркие моменты охоты Остальные поют и радуются добычей К Аксаков обо мне получаются Добычей приемы Остальные поют и радуются добычей Остальные поют и добычей Остальные поют и радуются на продаж Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемая Сама, ему 68 лет, охотник и врачеватель знакомят нас с охотничьими традициями своей семьи. Для меня охота – это традиция. Мой прадед охотился, дед и отец тоже, поэтому мы тоже охотимся. После удачной охоты, независимо от размера добычи, догоны исполняют танец с трофеем. Это священный ритуал, во время которого охотники благодарят небеса за успешную охоту. Догоны давно охотятся при помощи современных ружей. Тем не менее, они верят, что успех в охоте зависит от магической силы. У меня тут Анна Арсеньева, я курировала этот проект. Переходим к следующей номинации. Это пятая у нас номинация. Как говорится, краткость «Сестра таланта». Наверное, короткометражный, неигровой телевизионный фильм – это тоже в каком-то родстве, безусловно, с талантом состоит. И в этой номинации у нас представлены. Подставлены. Молодец. Молодец. А ты плохо вздохнула. Давай. Вдохнем глубоко, и тогда получится хорошо. Давай еще раз. Молодец. Еще раз, отечек, Яна. Полетели, полетели, полетели. Неужели люди не видят вот этого того, что вижу я? И, в принципе, вот попытка вот этих фотографий – это попытка зафиксировать просто собственный взгляд и поделиться им. Больше ничего. Пойманную рыбу с уговорами удается сбыть в столовую. 15 килограммов за 100 рублей и пачку сигарет. Это очень, мне кажется, непросто сейчас делать свое дело. Времена всегда тяжелые, как говорится, но времена, в которых живешь ты сам, почему-то вообще какие-то никакие. Поэтому, в общем, делайте свое дело. Я не знаю, кто победил, но я уверен, что человек на своем месте. Как говорит мой товарищ Игорь Иванович Сукачев, хороший человек в ней профессии. Я практически уверен, что победивший человек хороший. А раз жюри так решила, уважаемая, то, значит, он и профессионал в том самом смысле этого непростого слова. Климо. Когда он родился, то дня через три его все не приносили. Пришла врач, села на край кровати и сказала, у вас ребенок даун. И я примерно знала, что это такое. Я говорю, а вы уверены? Сказала она. Да, он в Африке, да, он. Сочи, мальчик, мальчик, мальчик. Он стесняется. Стесняется. А кто твои друзья, Владик? Да, у меня нет никаких друзей. Мы по натуре одинокие. А с кем ты общаешься больше всего? Ни с кем. Кроме мамы. Скажи про свою дружбу с мамой. Куда-то ходим. В пушкинский музей. Чаи гоняем. Чаи гоняете? С чем? С вареньем? Да, просто гоняем и все. С Ватькиной. Любишь с мамой чаи гонять? Да. Владик, а ты умеешь любить? Да, в общем. А кого ты любишь? Да всех. Маму, папу. Маму, папу. Я хочу рассказать о самом главном. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Девушки отдыхают. Через несколько минут на эту площадь начнут выходить ваши дети. Они будут идти из арки потерявшего дворца и все дети против часовой стрелки пройдут перед вами по кругу. Так что если первые полчаса вы своего ребенка не увидели, это не значит, что он потерялся. Скорее всего, устроившись в мягком кресле, он спокойно доедает подарок. Вы мне не подскажете, сколько стоит денег? Я жалею, что не нашлось ни одного здравомыслящего человека, который мне положил карту и сказал, Леновичка, милая, вначале посмотри вот это, теперь узнай, как там люди живут и что ты меняешь. Даже мне не сказали, что я сюда всю подправляю людей. А я по доброй воде. Ну, мозги были? На сцену выйдет и вручит эту премию член правления фонда Сагалаева, главный редактор журнала искусственного кино, культуролог Даниил Борисович Дандурий. Приветствую. Все знают, что Эдуард Михайлович президент Национальной ассоциации телевизионных. И мне кажется замечательным, что президент этой замечательной телевизионной ассоциации поддерживает фильмы, которые никогда не будут показаны по телевидению. И мне кажется, это какое-то вот его понимание того, что должно было бы делать телевидение и что оно не делает. И мне кажется, чрезвычайно символическим является тот факт, что в те ситуации, когда телевидение ничего не платит, Эдуард Михайлович дает деньги. Итак, лучший арт-фильм «Я забуду этот день» Алина Рудницкая. Фильм дался мне легко, и я очень рада этому результату, потому что, надеюсь, как-то все образуется. Спасибо. Мне кажется, Алина могла бы начать и закончить речь словами «Я не забуду этот день», исходя из названия. Ежегодно мы вручаем «Лавровую ветвь» лучшему по профессии в документальном кино сценаристу, звукорежиссеру. В этом году у нас продюсер. И в этот раз, в финал, вышли у нас тоже три замечательных совершенно человека. Марина Разбешкина, Арнольд Дискин и Ольга Шапошникова. Эта премия тоже именная, она носит имя Андрея Разбаша, который также был одним из основателей этой нашей замечательной премии. Добрый вечер. Мне очень приятно вручить эту премию, потому что очень редко на фестивалях награждают именно продюсеров. Продюсеры вне игрового кино такая, но же тяжелая. И поэтому победителю я желаю, чтобы все его фильмы находили зрителя, чтобы они попадали на экран и чтобы они зарабатывали больше денег для того, чтобы запустить новое кино. Марина Разбешкина. Насчет того, что они смотрят кино, наверное, мы не умеем его показывать, потому что вот я сейчас в Петербурге вместе с замечательным режиссером Андреем Могучим мы ведем лабораторию, у тебя приехал буквально на один день из Петербурга сюда, и это лаборатория для театральных режиссеров, театральных актеров, но я должна их приучить смотреть документальное кино. И каждый вечер театральные режиссеры и актеры смотрят документальное кино, и вы не представляете, каким успехом оно у них пользуется. Так что зрители есть, надо просто вот его обнаружить. Есть, тем не менее, вопросы, на которые мы ответить не можем, которые мы можем принять, потому что такова жизнь в своей цельности. И в общем, жизнь в своей целости и красоте как-то поглощает все эти решенные вопросы. Ну, не знаю, это просто шансонье, самые разные. Вот смотри. Назовем это так. Да, вот мы возьмем одну с собой в машину. Да, буду покупать. Буду покупать серже-женжу. Ганс-бул. Ганс-бул. И возьмем пиас. Это старое шансонье, ныне непопулярное. Это ужасное для меня огорчение. Но шансонье уже никто не слушает. Бородатая неясыть. И неясыть ей нет переделых ушек и хорошо развит лицевой диск. Ее борода так и ходит по дому. Она волнуется за своего птенца. Он как генеральный щелк и пилон. Я сегодня встретил нашего председателя киносоюза Прошкина, который сразу меня спросил, ты за рулем? Я говорю, да. Он говорит, он очень обрадовался и говорит, тогда ты точно с нами не пойдешь выпивать и отмечать вечером. Я говорю, нет. Он говорит, тогда можешь за меня вручить премию сегодня. Вот так я сегодня. Страна птиц. Я хочу сказать, что в зале здесь присутствует оператор Владимир Корозенкин. Я хочу, чтобы его поприветствовали. Потому что мало кто умеет снимать птиц. Спасибо. Ну а мы переходим к девятой номинации. Лучший дебют в кино и на телевидении. Приз новой газеты новому кино. И победитель получает ни много ни мало полмиллиона рублей, которыми он волен распорядиться, опять же, по собственному усмотрению, ну в смысле пустить это в дело, естественно, потому что документалисты вряд ли о чем-нибудь еще могут мечтать. И я сейчас назову тех дебютантов, один из которых станет лауреатом и сможет снимать вот на эти замечательные призовые деньги, которые дает, повторю, реклама на канале СДС, новая газета, моя родная. Почти год, наверное. Но я периодически туда приезжала забрать какие-то вещи. А где вы проживали этот год? Везде. Везде это, конечно, очень, просто, так сказать, обширное понятие. Ну да, весь мир один большой год. Да, я понимаю. Нам все-таки по-конкретней. Ну, у людей хороших, друзей. Ну, у каких-то одних друзей или, так сказать... У разных. У разных. Ну, а непосредственно перед тем событием, из-за которого, так сказать, вы находитесь здесь, где вы проживали. Последнюю неделю скажи. Ну, в мастерской. Какой мастерской? В Дубной? Нет, в художественной мастерской. В художественной? Да. Купили 3 килограмма макарон, фасоль в банке консервированной, кабачковую икру, две банки тушенки, что там еще, банку сгущенки, десяток яиц, категории какой-то там вообще нормальные. Сейчас скажу точно. А, еще рисовую крупу и крупу пшенки, что ли? Ну, какую-то такую. Вот, в общем, потрачено всего 350 рублей, даже, наверное, меньше, 330 рублей, где-то так. То есть я прям доволен. Нормально, проживем. Что? Взрослая? Ай, нет. А? Я спрашиваю последний раз, почему ты встала? Ой, 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 ой. Почему ты встала? Я прошла с мамой, красава. Просто? Не бывает. Почему ты встала? Я же тебе не заказала. Просто? Наш выбор тоже был ответственен, и мы выбирали кино живое, которое волнует, трогает, в котором есть пульс жизни, не оставляет спокойным. Мне даже хочется потом что-то сделать для героев этого фильма. Я называю Милана Мадина Мустакина. Я очень хочу, чтобы Милана понравилась каждому. Мне очень нравится. Спасибо. Милана Маленькая Милана Малькая Она материлась Довольно Она извинялась Свонила мне мучей Любила тонкие Сигаренки Меняю Наверное очень Она под дождь Уходила Без поцелуев Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Причем все это российские премьеры Ну и самое главное, на этих фестивальных просмотрах побывало около 20 тысяч человек Это как раз к вопросу о том, что документальное кино не имеет прокатной судьбы Мы приглашаем на сцену жюри председателя Андрея Звягинцева и члена жюри замечательную Светлану Сорокину Ну, всех приветствую, здравствуйте У нас такая очень трудная задача Мы не волнуемся при вскрытии конвертов Потому что у нас все уже в дипломах Вы еще не знаете, мы уже знаем всех победителей И обсуждали это и вчера до позднего вечера И с утра сегодня я звонила Андрею, потому что еще договаривали, обсуждали Очень трудный был выбор по одной простой причине Хороших фильмов было достаточно Я был счастлив все эти дни встречаться с Маратом и со Светланой И это была огромная радость Общение и понимание и так далее В фильмах действительно много хороших, правда У нас в руках первый, это еще диплом Диплом, но такой особый диплом Да, пожалуйста Как раз вот рад включать ролик Это Марат Гельман из своего виртуального мира обращается По поводу нашего первого номинанта Да, диплом Рабута Креста Пожалуйста, дайте нам на экран Марата Гельмана Я бы советовал всем политикам, по крайней мере Которые пытаются рассуждать о жизни в России Обязательно посмотреть документальное кино Вот, то есть это было такое погружение в ад Причем ад был не только известный нам всем Наш общий ад, там, смерть Политковской Это был ад не только на, когда люди опускались до ниженекуда Но это был еще и от обычной жизни Каждодневной и повсеместной И фильм, который я представлю Который мы вместе с Светой Сорокиной, с Андреем Зянецем Выбрали в качестве призера Этот фильм внутри этого ада дает надежду Речь идет о фильме Резниченко Остановите поезд Или все бы не зашелись Когда расходы на фильмы такие А для чего-то вот такой Очень важно, чтобы протест был честный И во время деньги выдавал Мне настоящие профессионалы попались Вот этот фильм, который мы выбрали И который весь зал, глядя вместе с нами По-моему, очень хорошо принимал В общем, что-то очень настоящее о нас Смешное и грустное одновременно Гагарин Лэнд Режиссер Владимир Козлов Такая бытует здесь поговорка Что дети, рождающиеся в этом городе Первым словом называют не маму, а Гагарина Сейчас буквально несколько слов О наших новых моделях Которые мы разрабатываем к дню К юбилею полета Юрия Гагарина У меня большая честь и радость Получить первую награду за этот фильм в России Потому что фильм сделан для России Для русского человека Я благодарю строгое жюри Я благодарю всем за это честь и радость Спасибо Спасибо вам Пожалуйста Как у многих есть корни У кого питерские блокады Очень многие погибли В том числе и мои Дедушки, бабушки, родня всякая Мне кажется, крайне тяжело И крайне нужно Возвращаясь к этой теме Находить новые слова Новые повороты Новые возможности Рассказать о том, что было 900 дней А потом вот Я встретила эту кошку-полосадку Которую подкормила до войны все время Все время Никита Мамбрусу-нибудь полосадки Она образовала А сейчас Она, конечно, Кушка Надеялась, что я ее покормлю И у меня первая мысль была Съесть полосадку Ну и конечно Мы ее отсуществили Я только Степановна Ей голову отрубила Я ее держала А там была у нас В кухне такая Плохая, большая Мы полосадку Грубили на ней И она эту кошку Приготовила А ела только я А она говорит Я не могу Вот Это история кошки История картины Но Картина называется Жить хочется Потому что Всем троим хочется жить Которые на этой картине И как выбор Люди, конечно, сильнее Они ее укукали и съели Но ела в основном Я Мне исполнялась 11 лет В этот день Я Я плохо говорю по-русски, но я очень благодарна, потому что это какая-то... Они все имели один фактор, почему они хотели участвовать в этом фильме, и это они не хотели забыть. Они не хотели, чтобы блокада была забыта. Спасибо большое. Ну и наконец, Гран-при Аркдог-феста. Главная награда, фильм. Ничего неожиданного для вас, наверное, не будет. Пожалуйста, Андрей. Фильм этот обладает таким свойством невероятным каким-то, для меня непостижимым... Как говорил Андрей, накрыло. Непостижимым даром. Даром терпения в этом хрупком существе, которая сняла, девушка, которая сняла этот фильм, вот это терпение, ожидание той благодати, которую мир предлагает ей. Милана. Милана. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, поймали. Долго мы за тобой бежали. Я устала. Мое терпение кончилось. Теперь я тебя утоплю. Осень кормит нас остатками лета. Дым листвы набивает грусть. Очень жаркое было лето. Я еще немного дымлюсь. А в городской суматохе где-то я тебя с доской ловлюсь. А ты поймешь, что закончилось лето. Осень моет дождем нашу грусть. Ой, 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 ой. Ты слышишь, как поют приколь? Ой, 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 ой. А горячий песок не твой А ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой За горни смылся твой морской Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Пустилек все еще с тобой А небо будто провисло под Богом Он прилег на тенев взгляну Осень знает свою дорогу Ей теперь осталась чуть-чуть Вот и желтая тоска А улыбнусь я как всегда Осень премен, а кошельком А выбирает дураком А ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ты слышишь, как поет тревог Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Умер горячий песок не твой А ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой За горни смылся твой морской Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Пустилек все еще с тобой Субтитры сделал DimaTorzok А вот и съели мы Звуки лета И горячий песок остыл Осень вся в отголосках цвета А незаметно ушла ходы А где-то в зиме Мерлоке спишь ты Ночь длина, ветер рвется в сон И в морской песок тебе снится А море пальма я там твой дом Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ты слышишь, как поет тревог Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой За горницом на световой морской Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Скелет всё ещё с тобой Субтитры подогнал «Симон»